Сейчас я вам объясню, как грамотно работать. Везде типа кризис. Ну, во-первых, его нету. Во-вторых, и не стоит мариноваться по машинам, коих скоро в привычном смысле и не будет. И самое главное, работать с телевидением. И можно забыть про баннеры, да потому что нормальное телевидение вам покажет дорогу к месту Орион. Что для нас магазин Орион, я вам рассказал бы неоднократно. Но что для меня магазин Орион, именно здесь я понимаю, что это делается и не только для моего сына. Потому как, хоть мне и возраст велик, но тем не менее. И почему я это делаю, и почему я трачу здесь деньги. Во-первых, потому что здесь все в действительности достаточно дешево. Во-вторых, это опять же дешево. В-третьих, здесь много того, чего вы хотели бы, было бы быть. Точнее, неправильно я сказал бы. Потому как самое забавное, что я постоянно прихожу, постоянно получаю новинки. Что же сегодня за новинки? Теперь про машины. Нормальные машины, и это на электротяге. Этого здесь больше, чем где-либо, и цены ниже, чем где-то. Папы, мамы, я, конечно, понимаю, что в ваших мыслях тачка круче, чем у соседа. Но когда ваш сын или дочь на крутом автомобиле, то ваша склеенная посудина из пластмассы, и это не то, что вам нужно. Вам нужны детские впечатления. Они-то будут. Я очень долго говорил, что вот Магнитогорск не имеет того количества техники, которое должно было быть. А сегодня и сейчас магазин Орион вам представляет эту технику. Честно говоря, у меня таких машин очень-очень много. И честно говоря, в следующий раз, и, наверное, не один раз, я сюда приеду и буду ее брать, потому что этой техники вагон. Начнем с этой стороны. Маленькие, чуть побольше. Машинки просто исключительные. И вы эту технику можете использовать так, как я хотел бы. То есть берете несколько машин и устраиваете торч-заезды, чем ли это не бизнес. Продолжение нашего банкета вот здесь. И это тот же ряд. То есть надо понимать, что там количество машин и тут количество машин. Я еще не закончил. Это супер-мега-машинки. Представляете, это вот 6-ти вольтовый, а это я обязательно заберу. Вот, тут даже музыку можно слушать. Вот 12 вольт. Вот так вот. Вот это клево. И еще машинки. И это уже серьезные баги. Вот они такие клевенькие. И вправо, и влево. И везде, и всюду. И таких машин тоже достаточно. А есть еще клевые. Вот сейчас подойду сюда, покажу. Максим может немножко назад подойти. Так, чуть-чуть назад. Совсем назад. Вот такие квадрики. Ну, это уже для маленького ребенка, потому что можно так отпустить, ездить. Чуть-чуть другие квадрики. Вот. А хотите узнать, как ваше молодое поколение умеет ездить на мотоциклах? И, внимание, здесь есть замечательные мотоциклы. То есть, пока. И это на детских колесах. О! Как хорошо звучит-то! Так, еще-то, что-то... А, вот здесь. Вау! Хватит. Клево, да? Вот. А сейчас покажу то, что надо обязательно показать. И, наверняка, вы это купите. Хотя я не хочу, чтобы никто вообще брал. Потому что это то, что нужно. Это... Это... Это вообще! Вообще! Понимаете? Это вот... Говорят, нельзя этого делать. Вы посмотрите, как это сделано. То есть, мальчишки и девчонки, а также их родители, однозначно срочно в Орион. Вот за этими мегамобильками. Знаете, что вас затягивает болезнь Альцгеймера? Семечки. Я семечки не ем. И сейчас для сына сочиняю всякую прелесть. А прелесть это в 5-7 раз дешевле Лего. И она есть в Орионе. В прошлом сюжете я вам говорил, что здесь есть то, что с болезнью Альцгеймера справляется. Помните, да? Вот. С болезнью Альцгеймера здесь справляется Лего-конструктора. Лего-конструктора. Сейчас расскажу, сколько это стоит. Вот этот морской патруль здесь стоит 780 рублей. Как вы помните, я его собирал. Человек, у которого два высших образования и практически кандидат технических наук целый день. Вот. 780 рублей, да? Лего такая штука стоит 7800 рублей. Прежде чем вам сын скажет, купите мне Лего, подумайте, где нужно купить. Придите сюда, посмотрите, здесь их очень много разных буквально. Единственный вопрос, в чем заключается, почему я слишком много болтаю. Я бы вам показал, как это все сделано. Но уже не получается, представляете, мне придет целые сутки здесь вот что-то из-за этого сочинять. Поэтому, sorry, не получится. Лучше это делать дома. Конечно, мы бы вам хотели вас продемонстрировать, как вы все это собираетесь здесь с периода март-апрель месяц. Ну, холодно. Поэтому давайте все-таки придите сюда, купите все это дело. И чуть позже, где-то в начале мая, мы продемонстрируем, как вы что-то можете собрать. Ну, как вы понимаете, пострелять тут есть чем. Но мысля от Ориона. А как вам пострелять дома? Из стреляльных агрегатов замечательные штуки из воды и полимеров. Вот Максим сказал, что позорище. Почему нет? Дело в том, что здесь для всех есть. И для тех, у кого бюджет не сильно большой. Совсем небольшой. Вот. И для тех, у кого он более или менее приличный бюджет. Хотя, о чем говорить? Вот такой агрегат всего 880 рублей. Ну, вот. Если же и для других вещей, то сейчас и пожалуйста. И это все опять же здесь есть. Приходите, выбирайте. Но, если вы не хотите друг друга пулять, а пульки там хорошенькие, да, то есть варианты пострелять друг друга из воды. А есть и другие вещи. Таких тоже хватает. А, пулечки. И все нормально. И в очередной раз мы вам напомним про цены. Цены здесь для всех. Есть 100 рублей. Да купите ребенку подарок. Ну, а насчет побухать, то я, как человек, выпивший большой-большой такой стадион, говорю. Бухачи это не то, что нужно ребенку. Говорили мне, что наборы там машин дорого стоят. Нет, не дорого. Вот машины, к примеру, тачки стоят 85 рублей. Не одна тачка, а раз, два, три, четыре, пять, шесть тачек. То есть цена одной, это, ну, примерно 15 рублей. Очень дорого, да? Вот, помнится, кто-то говорил, что клавиатуры большие, там, по 3 тысячи это дорого. Пожалуйста, если подешевле. То есть клавиатуры, в смысле, настоящие играйки. 600 рублей это максимум. Почему бы не поиграть вашему молодому человеку? Конечно, хочется. И пока это не для меня. Конечно, отсюда и мой сын припер домой и коляску, и пылесос. Но как ему объяснить про девочек, я не понимаю. И, конечно, хочется и девочку, но химия. И поэтому для того, у кого и девочка, счастье. Недавно съездил в Екатеринбург, там у меня тоже есть, оказывается, племянница у меня есть. Юля, вот, в следующий раз обязательно поеду и возьму здесь что-нибудь для нее. Потому как понятно, что и потрачу денежку, и небольшую потрачу. Помните, да, сказал, 3 тысячи рублей. Все, заберу обязательно. Вот, потому как она, третья девочка в обширном семействе, у него одежды-то хватает. Но вот этого нету. То есть она будет и шить, и стирать, и все, что угодно делать. Но есть вот одни вещи хорошенькие. Просто поднимите глазки вон туда. Это потом я вам продемонстрирую. Да и здесь вот тоже. Вот чуть-чуть выше, чем я. Это то, что может сделать ваш ребенок. То есть дитер уж. То есть девочка, естественно. Что хочет? Пожалуйста. Опять же цена. Цена вообще какая-то дешевенькая. Как это такое? Непонятно. А потому что в городе есть настоящее место. Место творчества. Место, где ваши дети понимают, что такое настоящий балдеж, в котором очень много игрушек. И это место магазина «Орион». И, конечно, понятно, что здесь есть и для детей, и для почти родителей. Но почти родителями говорить как-то не получается. Потому что даже почти родители типа меня, а мне, извините, все-таки 41-й год, да я себе здесь просто готов что-то купить. И даже если бы не было бы мой ребенок. Потому как, ну, понятно, куда приходите. Дело в том, что мы когда были вот такими целопедами, да, это вообще не было ничего подобного. А сегодня понятно, что все это есть. Все это дешево стоит. Копейки, просто копейки. Передо мной поровался набор «Бистро». Это все есть в наличии для детей и для девочки. 2000 рублей. О чем мы говорим? Я не понимаю. Вот. Это с другой стороны, я потом покажу. Цена вопроса, ну, максимум 1000. Там еще и дешевле. То есть вот то, что должно быть. Понятно, да? Кстати, то, что нужно, и то, что доктор прописал. Раньше у нас девочки красились, и было это в оконцовке школы. Сейчас все по-другому. Но грамотный макияж должен быть и ранее. У нас как-то время-то было немножко другое, понимаете? Вот. Но тем не менее, в классе у нас было две девушки, которые красились. Это было клево. Вот. Остальные пока не красились. Они потом покрасились, и я понял, что у нас чуть-чуть все по-другому случилось. Вот. Сегодня и сейчас у моей супруги есть замечательный коллектив. Они занимаются индийскими танцами и танцами востока. Вот. Не каждый же сможет пойти, не каждый сможет себе доказать. Хотя, если хотите, пожалуйста, она набирает в группу следующего года после того, как пройдет замечательный концерт. То есть вы можете тоже подвигаться хорошо. Но если не получается, то для вас есть магазин Орион. Теперь объясняю. У меня сын сейчас тоже кое-что пытается собрать. Вот. Все стоит бешеных денег. Я вообще не понимаю, за что мы тратим такие деньги. Хотя здесь вот смотрите. Замечательная. Цена опроса 1080 рублей. Красите, рисуйте, все получится. Но если не получается, то есть подешевле. И опять все то же самое. Теперь куда едем? Внимание, таксисты. Меня просто попросили сделать этот материал для таксистов. Да потому что каждый младенец знает, куда ехать. Магазин Орион располагается налево. Лево это в сторону соленого. Теперь, чтобы стало понятно, не доезжая до хладокомбината, направо. Здесь и указатель есть. И через три поворота опять направо. И это магазин Орион. Ну так вот, что сделал магазин Орион. Ему сегодня поставим, как всегда, пять баллов. Столько здесь автомобилей. Умом не перечесть. И просто придите и посмотрите. Все остальное. И опять же новинки, 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 новинки. Я вообще не понимаю, как это делается. И что такое менеджмент магазина Орион. Как он работает. Если бы так еще и делали другие люди, то было бы все вот так же клево. Но, к сожалению, такого нет. А по соотношению цена-качество круче, чем магазин Орион, вы и не придумаете.